Сегодня у нас глава начинается новая, глава начинается новая, трума она называется, трума, первый день. Начат запись, все. Значит, в этой главе, в этой главе Шаву Атов, значит, Шаву Атов всем участникам наших занятий, глава трума идет после главы Мишпати. Значит, давайте посмотрим на связь между главами. И вначале идет глава ИТРО, дарование Тора, получили Тору. Потом, после получения Тора, идут законы, 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 очень такие прям подробные, охватывающие все стороны жизни, бизнес, отношения, все-все-все мы разобрали. И начинается новая глава, так она и называется, трума. Трума от слова арома, леорим, рамот, я живу в районе, который называется аромот. Рамот, в общем, трума это то, что поднимается, дословно, да? То, что мы с этого мира поднимаем и делаем святым. Рамот это гора такая, да? Значит, и глава называется трума. И сказал Бог Моше, говоря ему так. Скажи сынам Израиля, чтобы взяли, возьмут мне труму. Не написано дадут мне труму, а возьмут мне труму от каждого человека, у которого идвэнулибо, у которого есть желание дать в сердце, да, желание сделать добровольное приношение в сердце. В этикули трума и возьмут мне трумотаю. Трума это, давайте придумаем слово, какое по трума. Возношение. Вот дословно это возношение. Возьму мое возношение. Значит, давайте разберемся здесь, что есть. Смотрите, если бы Бог сказал, скажи сынам Израиля, и дадут мне труму, дадут мне возношение. Что это было бы? Это был бы приказ, правильно? То есть, уже как бы, там, дай денег на благотворительность. Это приказ. Человек, он дает, но он это дает уже не потому, что он хочет дать. А его со стороны, как бы, побудили к этому, да, его, можно сказать, заставили. А Бог еще и сказал, Бог сказал, значит, дайте приношение. Это заповедь, все. И здесь, смотрите, как Всевышний сделал. Всевышний сделал очень красиво и очень, как сказать, тонко, да. Он сказал, и возьмите мне труму. Возьмите мне возношение. Кто должен взять? Он сказал так, поставьте людей, которые будут принимать. Кто хочет, даст. Кто не хочет, не даст. Нет никакого принуждения здесь. И даже здесь нет никакого заповеди, что ты должен дать. Нет. В телеграмме нет звука. Все. Извиняюсь. Значит, очень на важном месте в телеграмме появился звук. Значит, почему Бог сказал, и возьмите мне труму, а не сказал, и дайте мне труму. Потому что если бы он сказал, дайте мне труму, тогда это был бы приказ дать, это была бы заповедь. А когда он сказал, возьмите мне труму, то есть он дал приказ поставить людей, которые принимают это возношение. Дальше мы узнаем, о чем идет речь. Значит, я оставил это полностью на свободу выбора человека, сколько и как он хочет соединяться со Всевышним. А как соединяться со Всевышним? Через усилия и через то, что человек отдает часть себя, часть своего имущества, часть своего времени, часть своего мышления. Он отдает духовным вещам. И он сказал так, Всевышний, не давайте, не надо давать. Он сказал, поставьте людей, которые возьмут, которые если кто-то захочет дать, чтобы это приняли. Но давать или не давать, это должно быть чисто добровольно. Везут отрума, и вот это возношение, которое вы возьмете от них. Золото, серебро, медь. Значит, здесь есть перечисление очень интересное. Вот это были три главных таких металла, да, которые в то время, они определяли вообще жизнь людей. Да, золото, серебро, медь. Очень интересно, кстати, что до сих пор, до сих пор золото, оно является, ну, драгоценный металл. Его мало, его используют в украшениях. Ну, знаете, одна из, по-моему, одной из пяти в мире самых используемых мест, куда идет золото. Знаете, куда? Золото идет на медали. Медали. То есть, есть золотые медали разные. И вот золото используют для этих медалей. Одно или из пяти, или из десяти мест, куда идет золото. И что интересно, то есть золото, оно помимо... В чем ценность такая золота, да? Золото, оно обозначает, помимо ценности, оно очень связано с почетом. То есть, золото это, там, золотая корона, золотая медаль, золотые украшения, да? То есть, это все показывает статус. Статус человека, его... То есть, золото, оно не только ценное, оно показывает почет. Серебро. Серебро, оно используется, наверное, сейчас больше всего в электронике. Оно чистый металл, но оно менее почетное, чем золото. И медь, это металл, который... Который, я так, насколько я понимаю, что медь, он легче был в изготовлении, чем металл, чем сталь. Поэтому, вот, медь, это такой мягкий металл, который в то время использовался во многих бытовых вещах. Посуда, оружие, там, и так далее. Все было из меди. Дальше идет перечисление, что еще нужно было переносить на возношение, да? Сейчас мы поймем, что все вот эти вот предметы, которые перечислены в этой главе, это все шло для изготовления передвижного храма. Мишкан, это место присутствия Бога в этом мире и модель мира. То есть, Всевышний сказал изготовить такую модель мироздания, в котором он будет присутствовать, чтобы это, знаете, как есть в Израиле, есть такой парк Латрун. Там маленькая Эфелева башня, маленькие какие-то, маленькие колизеи, маленькие, то есть, все огромные достопримечательности мировые сделаны в формате маленьких моделей. И вот Бог сказал сделать модель мироздания в виде вот этого мешкана, передвижного храма. Значит, он сказал, принесите мне, значит, золото, серебро, медь. Тхелет в аргаман, голубая какая-то ткань, и аргаман красная ткань. Тулаатшини, это тоже красная ткань, только другая красная, такая пурпурная. Значит, шеш, это льняная ткань. Вейзим и шкуры, шкуры, разные шкуры. Орота Элим, шкуры барани, покрашенные в красный свет, и шкуры Техашим. Значит, были такие животные в то время, которых сейчас нет. Значит, наверное, хорошо даже, что их нет. У них была шкура у этих животных всех цветов радуги. Представьте себе животное, которое вот всех цветов радуги, как будто бы оно собралось на парад гордости, это животное. И так и говорили, что оно, вот это животное Тахаш, оно было очень гордое, очень красивое, и все у него были цвета радуги. И оно было только в то время в пустыне. И нужно было взять этих животных, и их шкуры, вот эти цветные, принести. Тоже как-то они были украшения на мешкании. В Ацейшитим и, значит, дерево Акация. Вот эти дерева Акация, Яков, когда он спускался в Египет по приглашению Есефа, у него, он же был пророк. И он был пророк, то есть у него было какое-то знание, понимание, что нужно делать из духовного мира. И он, значит, понял, что нужно взять с собой в Египет дерево Акация, что когда будут сыны Израиля выходить из Египта, им нужно будет строить вот этот мешкан. И у него было, он не знал конкретно зачем, но он там принес с собой эти Акации, кедры, разные деревья, и высадил там в земле Гошин, чтобы когда выходили, взяли с собой это дерево. Шемен Ле Маор, значит, нужно было также сделать переношение масла для освещения. И самим Ле Шемен были какие-то, в то время, очень было развито, значит, благовония, которые смешивались с маслом. То есть жизнь была же не такая, как сейчас. Не было там духов, вот этого всего не было. Но люди любили, как сейчас, например, есть женщины, они покупают кремы разные, там, вот, все у них очень много, вот эта косметическая промышленность, она огромная. Эсти Лаудер компания, миллиардная компания, да, была женщина по имени Эстер, Эстер Лаудер ее, да, была фамилия. И она у себя на кухне начала варить кремчики, крема-крема, сейчас ее компания стоит миллиарды долларов, да, Эсти Лаудер. Вот в то время было очень важной частью жизни это масло с благовониями. Так, нужно было это тоже принести в храм. Значит, и нужно было принести еще благовония для воскурения, который о самим. В наше время воскурения мы уже не понимаем, что такое воскурение, да, там, некоторые курят марихуану, некоторые курят табак, и, в принципе, вот, кроме марихуаны и табака, больше ничего не воскуряют. А раньше у них была культура, они знали, какую травку с чем смешать и как ее поджечь, чтобы дом наполнялся вот этим вот дымом специальным. И в храме были воскурения, смесь, которую делали, она состояла там из 30 компонентов, и эти компоненты были настолько подобраны, они были перетерты там в какой-то мельчайший порошок. И когда их поджигали, и от них шел дым, то это воскурение, оно меняло сознание людей, оно меняло, там, восприятие мира. То есть это была очень важная тоже часть их жизни, воскурение. И, значит, нужно было принести тоже эти травы для воскурения этих. В Авней Шохам, значит, драгоценные камни, Авней Милуим, другого типа драгоценные камни, Ля Эфот и Ля Хошин, то есть были одежды первосвященника, которые были украшены драгоценными камнями, и тоже, то есть здесь перечислено, Машар-Бену говорит, смотрите, вот эти вещи конкретно, они нужны для, там было, по-моему, 15 разных типов материалов, материалов, которые нужны для построения мешкана. То есть кто что принесет, это решайте сами. Никого, никто не принуждает, хотите, пожалуйста. Единственная вещь, которая была точно, точно все дали одинаково, чтобы у каждого была равная доля в этом мешкане, значит, это были, это были Махаситошетель, половинь тишетеля, которые, половинь тишетеля, которые были одинаковые, серебряная мера монета, и вот половинка этой монеты, это было, чтобы все сдавали в равной мере, и все серебряное, то, что было нужно делать в мешкане, делалось из этих половинок шетелей. И мы, кстати, на ВАИКРа, мы тоже хотим, сделали, хотим сделать так, чтобы был, вот, друг ВАИКРа, 18 долларов в месяц, то есть кто хочет, я думаю, что у всех есть 18 долларов в месяц, и ты участвуешь полностью во всей деятельности ВАИКРа, ты становишься как партнер в этом. Теперь партнер ВАИКРа, тот, кому Бог дал больше, он выделяет больше, и он дает 100 долларов в месяц, и он становится партнер ВАИКРа, у него больше вклада, больше участия. И спонсор ВАИКРа, это 180 долларов в месяц, это тот, кто вкладывает 180 долларов в месяц, и у него есть возможность инициировать программы, так как все деньги собираются, то можно, те, кто дают больше, они как бы больше, для них это важнее, и они могут больше влиять на то, как развивается ВАИКРа. Мы платформа, мы стараемся помогать тем, кто хочет обучать Торе, делать это более качественно. Значит, дальше, продолжается глава так, «Васули Мигдаш, и сделайте мне святилище, в Эшаханти Бетухам, и буду я жить...» Шаханти, это как «буду я присутствовать», это слава Бога, да, вот давайте еще раз внимательно проследим. «И сделайте мне святилище, в Эшаханти, и буду я в нем пребывать, буду в нем находиться, Бетухэм среди вас». Непонятно. «Если я буду находиться в святилище, то я должен быть внутри его святилища». Но если... А в конце написано, «Постройте мне святилище, и я буду находиться среди вас». То есть тут это очень интересная вещь. Когда ты строишь святилище, то Всевышний в тебя же входит. То есть это вот... Это нюанс. То есть многие спрашивают, «А зачем Богу храм? А зачем Богу там все эти вот ритуалы? Что он же Бог, Творец Мироздания? Ему же ничего не надо. Ему абсолютно ничего не надо. Но он нам дал возможность с ним взаимодействовать через эти действия. Это не ему надо, это нам надо. Когда ты учишь Тору, это не Богу надо, это тебе надо, чтобы соединиться с Богом. Когда ты молишься, это не Богу надо, это тебе надо. Когда ты делаешь заповеди, это опять же не Богу надо, тебе надо. Когда ты даешь дздаку, Дзнака, которая спасает от смерти тебя Бог тебе дал возможность Интерфейс, возможность соединиться с ним Получить добро То есть это Вся система Торы и заповедей Дана для человека Чтобы у него появились инструменты Для связи с Богом И для духовного роста в этом мире Значит Коля Шерани Море Отха Как все, что я показываю тебе Это Тавни Томишкан Значит, чертеж Вот этого Мишкана И чертеж всех его Инструментов, сосудов И так далее Именно так сделайте То есть Всевышний нам дал Этот мир Почему этот мир такой? Ну нет ответа на этот вопрос Но никто мне не сможет объяснить Почему у меня два уха, а не три Ну было бы хорошо, если бы я был Богом Ну нет, конечно Хорошо, что я бы сделал еще тут два уха Да, было бы интересно Тут два уха И тут два уха Тут два глаза И тут еще один глаз Но Всевышний все в этом мире Сделал так, как сделал То есть вот мир этот Он очень гармоничный Очень выстроенный Очень Каждая деталь Соответствует другой детали Я недавно узнал такую цифру Меня просто это поразила цифра Что Вес Насекомых На земле Равен весу людей И животных Вместе взятых То есть если мы возьмем Вот люди Которые ходят Да, 8 миллиардов людей Прибавим к ним Огромное количество животных Коровы Утки Там Ну в общем Всех возьмем Животных Которые есть на земле Да, сложим вместе Люди Животные Птицы туда же идут Да, которые летают Ну много же это А насекомых Больше Представляете И что интересно 90% этих насекомых Живут где? Под землей Мы их вообще не видим То есть Оказывается под землей Есть огромное количество Насекомых Которые Если бы не было Этих насекомых Мы бы не могли бы Жить на поверхности земли Представьте Насколько Эта мудро Выстроенная система Вот эти насекомые Они перерабатывают То что есть в земле Дальше Этой переработкой Питаются растения Вот эти вот Есть там Нижний слой Птицы разные Они тоже питаются Насекомыми И верхние слои Включая человека Питаются всей этой системой Да, как пищевая цепочка Почки мы не видим Основание этой цепочки Оно под землей Как айсберг Значит И мешкан Это было Мешкан Это было Отражение Вот этот вот Передвижной храм Отражение Все модели Мироздания Значит Бог говорит Все сделайте Так как я сказал По чертежу И сделайте Ящик Ковчег Его переводят На русский язык Васу Арон Из вот этих Деревьев Акация Шитим Эти деревья Акация Чтобы он был Два с половиной Локтя Длина И локоть С половиной Ширина И локоть С половиной Высота Да То есть Этот ковчег Самое святое место Он должен был быть Таких размеров И покрой его Золотом чистым Внутри И золотом чистым Снаружи То есть Был деревянный ящик Который был поставлен В золотой ящик И внутри был поставлен Золотой ящик Получалось Как три слоя Деревянный ящик Снаружи Золотой ящик Внутри золотой ящик, значит, и сделай ему четыре кольца золотых, и в них вставь, значит, шесты такие, да, на которых его будут переносить, и, значит, сделай эти шесты, покрой их золотом, всунете шесты в эти кольца, которые будут по бокам этого ковчега, и, значит, эти шесты не будут из него уже вытащены, то есть, их всунуть туда можно, но дальше, когда ты их всунешь, так сделай, чтобы их уже нельзя было вытащить оттуда, и поставь этот Аарон свидетельство, которое я дам тебе, значит, это был Аарон, в который потом были положены скрижали, на которых были написаны десять заповедей, это такое самое святое место святая святых, то есть, это как процессор этого мира, то есть, есть в компьютере, например, да, вот мы сейчас сидим там в телефоне или в компьютере, мы смотрим там урок, я передаю урок, все, а какая главная часть в компьютере, которая обеспечивает всю, ну, как бы его мозг, да, мозг компьютера, это процессор, и понятное дело, что процессор без экрана тоже никому не нужен, нет экрана, ну и что, ну есть процессор, а картинки-то я не вижу, сломается динамик, тоже нехорошо, звука нет, да, то есть, все части компьютера важны, но процессор, он создает работу компьютера, это его мозг, вот точно так же этот ковчег, в котором были скрижали, это был процессор всего мироздания, то есть, в нем было сконцентрировано, и что там лежало, скрижали с десятью заповедями, то есть, десять заповедей, это и есть основа существования людей в этом мире, и если бы не было этих десяти заповедей, не было бы этого мира, мир бы не существовал, если бы люди не знали, что есть Бог, если бы люди поклоняли все другим богам, если бы люди, ну и так далее, то есть, все, что, все, что есть на десяти заповедях, это основа существования этого мира. Хорошо, дорогие друзья, значит, все, давайте сделаем выводы, какие выводы? Первый вывод, что степень соединения с Богом, вот эта трума, вознесение, возношение, приношение, это добровольная, добровольная жертва человека, которая его приближает ко Всевышнему, и Всевышний сказал, что возьмите, то есть, есть система, которая принимает эти деньги, но именно в выдаче этих денег, сколько ты готов дать денег, времени, сил, усилий, это должно быть твое добровольное. Дальше он сказал лишь ми, во имя меня, то есть, должно это быть во имя Всевышнего, а не для славы, не для чего-то. И дальше каждый из нас, он с помощью вот этого интерфейса взаимодействия со Всевышним, он выстраивает свою духовную жизнь. Материальная жизнь – это следствие духовное, потому что вначале человек думает, потом он принимает решения, потом он говорит, а потом получает результаты. То есть, вся материальная жизнь человека – это следствие его духовной жизни, все там успехи, неуспехи, здоровье, болезни и так далее – это следствие того, что приходит к нему из духовного мира. Поэтому, так как мы учим Тору, делаем заповеди, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, чтобы было благословение на всех хороших людей, на всех друзей Ваикра, партнеров Ваикра, спонсоров Икра, всех, кто нам помогает, всем, кто хочет распространять знания о Всевышнем в этом мире и самому больше. Главное, хотеть распространять может только тот, кто хочет знать. Поэтому очень важно, чтобы было правильное намерение узнать волю Всевышнего, выполнить волю Всевышнего и помочь другим узнать и выполнить волю Всевышнего. Все, Всевышний, конечно, у него ресурсы, возможности не ограничены. Все, что вам надо, он вам даст. Все, удачи, успехов, хорошего дня, до завтра.